Нет дизайнера лучше, чем сама природа, писал легендарный кутерье Александр Маккуин. В эфире программа Fashion is our profession и ее ведущая Ксения. В эфире программа Fashion is our profession. Водил меня Серега на выставку Ван Гога. Как я ставил перед собой задачу, когда хотелось сделать эту выставку? Что манифест бренд-реализма мной был написан в 2005 году, в 2006. И далее, последовательно, я его стал воплощать в жизнь с помощью даже песен Ленинграда. Все вот эти сумки Брады, которые там появились, все эти Луи Виттоны, все эти Эйфелевы башни, все вот эти большие бренды. Они были связаны с тем, что я вначале все это подвел под некую программу. А дальше стал ее реализовывать. И эта выставка, она объясняет мою стратегию. Мир, он с 2006 года, конечно же, изменился, да, понимаете? Вот мир был одним, а потом вышел клип-экспонат, блядь, и мир стал другим. Я являюсь брендом, да, как таковой, да? Я вот как тот волшебник, который дотрагивается до какой-то хуйни, и она превращается в произведение искусства, понимаете? Стаса Михайловна, я, по-моему, не видел в жизни. Волочкова тоже. Кто еще? А тем, кто я видел, но, по-моему, в 2002 году последний раз. Название бренд-реализма довольно условно, но мне нравится слово бренд. Путин, конечно же, является самым большим брендом. К нему подойти, ну я вот к нему подойду, как он переизберется. Понимаете, я человек ситуативный, ну, то бишь пьющий, да, поэтому цена базируется. Смотрение на море, понимаете, оно вам навязывается неким социумом, потому что это так называемая подлинность, да? Дама с бокалом, и море, вот она подлинная. Ха, это смешно. Вообще, поход в музей в последнее время, это десакрализованная ритуальная практика, да? Когда человек сам себе объясняет, что он как бы тянется к какой-то духовности, что он не зря проводит время, я была на выставке, а он, да, значит, все, значит, время пройдет не зря. Что ты была на выставке, что ты там делала, да хуй его знает, ну, молодец. Я не являюсь коллекционером, я не люблю долго складывать вещи, когда переезжаю, понимаете? А переезжаю я часто, и вот это накопление каких-то предметов быта я не приветствую, ну, в своей жизни. Я понимаю людей, которые являются собирательными, да, я вот не собирательный. Я к этому всему очень спокойно отношусь. Я настолько снисходительный и деликатный человек, я даже и не вспомню, кого я послал на хуй. Вот не было там хуй, да. Всегда, когда мне говорят, а дайте мне что-нибудь на память, я говорю, тренируйте память. Покупай меньше, выбирай лучшее и делай это самостоятельно, писала легендарная Вивьин Вестфуд. Смотрим следующий сюжет. В 90-х и 2000-х белорусских олимпийцев одевали немцы, итальянцы и китайцы. А в 2010-м изготовлением парадных костюмов занялись отечественные производители. Кроме того, участвовать в утверждении формы стал глава государства и президент Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко. В этом году победила в конкурсе дизайнер Людмила Лобкова, которая совместно с концерном Белл Лек Пром создала парадную форму в стиле кэжу. В ней доминируют светло-серые тона, элегантность подчеркивает красные аксессуары и детали, и везде прослеживается белорусский орнамент. Для официальной части я использовала облегающие силуэтные формы, достаточно строгие, классические. Но для кэжуал-линейки, конечно, мы брали спортивный кэжуал-стиль, свободный, легкий, струящийся, узкие брюки, широкие брюки. То есть все, что мы любим, все, что любят белорусские люди и молодежь, то, что будет носиться, то, что можно одеть в любых случаях жизни, за город, дома или в поход с друзьями, в путешествия и так далее. Это одежда, которая действительно сейчас самая любимая и самая носимая. Три-четыре 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 Вдох глубокий, руки шире, не спешите. Три-четыре, бодрость, духа, грация и пластика. Три-четыре 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 Три-четыре